Как выбрать шведскую стенку? Для кого нужна шведская стенка? Какую шведскую стенку мне взять? Если шведская стенка для детей, по каким параметрам выбирают шведские стенки? На какой вес рассчитаны шведские стенки? Если вы досмотрите этот ролик до конца и подпишитесь на канал, а также поставите лайк, я дам небольшой бонус от себя лично. Физкульт, привет! С вами Сергей и сегодня в этом видео поговорим о том, как выбрать шведскую стенку, для кого и по каким параметрам. Итак, начнем с детской шведской стенки. Если у вас есть ребенок и вы хотите заниматься его физическим развитием, либо сами хотите заниматься параллельно, вам нужно смотреть на металлические шведские стенки. Шведские стенки я разделяю на два типа. Есть возраст там до 8-9 лет, шведские стенки детские. Есть до 4-5 лет. То есть если первый вариант, то есть у вас ребенок там 2-3-4 года, то вам нужно смотреть варианты, они буквой А есть, П-образные комплексы. Это отдельное видео будет об этих моделях. Сегодня будем говорить о возрасте, если у вас ребенок от 4-5 лет и старше. Если у вас ребенок в таком возрасте, то вам нужно смотреть на металлическую шведскую стенку. Вот, к примеру, такая модель. Что должно быть в комплекте? Значит, будет сам турник, на который это все вешается детское навесное. Детское навесное имеется ввиду веревочная лесенка, канат, может быть вот такая тарелка в комплекте, если она есть. Может ее не быть, в зависимости от комплектации. Колечки будут вот такие. И очень удобно, если у вас маленький ребенок, там опять же 3-4 года, когда есть вот такой съемный турник. Он вешается на разную высоту. То есть, в соответствии с взрослением ребенка, вы ее переставляете все выше и выше. Но, помимо этого, есть основной турник, на котором можете заниматься и вы, взрослые, и ребенок, когда подрастет. Вот такой оптимальный вариант. По цвету не смотрите, это просто не с этой модели. Они есть в белом, в желтом и синим цвете. Эти модели. Здесь рассматриваем стенку шведскую от торговой марки LADOS. Это Днепропетровский производитель. По качеству эта модель рассчитана на 120 килограмм. По качеству могу сказать, что все довольно прилично сделано. Толщина металла здесь 2 миллиметра. Толщина стенки металла. Труба идет 28 миллиметров в диаметр. То есть, внутри здесь металлическая труба, сверху пластиковые оболочки. Вот, в детских вариантах обычно они разноцветные. На съемном турнике вот имеются вот такие мягкие непреновые ручки. Ребенку удобно держаться. Вот такой комплект стоит рассматривать для детей в возрасте до 8-9 лет примерно. Если у вас есть дети и вы тоже не прочь позаниматься, то вам стоит посмотреть на шведскую стенку универсальную, которая подойдет для всей семьи. К примеру, вот модель стоит. Это называется модель Одиссей. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными моделями. Почему? Это самая ходовая позиция. Во-первых, у нее турник съемный, который с широким хватом, то есть под взрослого человека съемный, но вы его можете и опускать и ниже. То есть, может и ребенок на нем заниматься. На этот турник вешается все навесное оборудование детское. Здесь идет и веревочная лесенка, также и канат, и качелька есть, и кольца тоже в комплекте. То есть, полный детский набор здесь есть. Отлично. Дальше. Вы тоже как взрослый человек, член семьи, спортивный, хотите заниматься. Здесь вот турник, пожалуйста, брусья есть. Но они сейчас висят в положении под штангу, крюки. Скамья для жима, для пресса. То есть, в чем еще фишка? Здесь, если у вас есть дома штанга или гантели, вы можете заниматься со штангой. Отдельно будет ролик, где покажу, как это все делается. Сюда ложится гриф, лавочку ложите под прямым углом, под наклоном и делаете либо жим, лежа в разных плоскостях, в разных наклонах, либо жим сидя можно делать, либо приседания со штангой. Здесь это предусмотрено. Короче, полный комплекс услуг, как говорится, и для вас, и для вашего ребенка. Вот это оптимальный вариант, я считаю, для всей семьи. Третий вариант. Если у вас нет детей, но вы хотите заниматься дома. Это шведская стенка. Ну вот она стоит, ее не совсем видно. Которая включает себя в комплект те же элементы, то есть турник, брусья и скамья, но без детского навесного уже. Есть варианты разного исполнения ее. Здесь вот, к примеру, стоит модель, которая вообще передвижная, то есть еще один нюанс. К примеру, у вас есть квартира, вы только сделали ремонт, но нет возможности или желания, нет сверлить отверстия, там дырки какие-то делать, для того, чтобы закрепить шведскую стенку. Вы берете вот этот вариант. Она передвижная, то есть вы ее поставили на пол. Здесь будет ссылочка на эту модель, можете подробно с ней ознакомиться. То есть поставили на пол и, пожалуйста, весь комплекс упражнений вам доступен. Причем, обращаю внимание, лучше брать, когда турник съемный, это под разный рост, вы можете выставить себе турник. Турник имеет параллельный хват, то есть под разными углами можно прокачивать спинные мышцы. Брусья уже здесь и скамья для пресса. Подушки изготовлены из полиуретана уже на этой модели, то есть они литые, имеют углубление, то есть удобно заниматься, удобно сидит локоть, он не ездит при тренировках. И есть такие же модели, которые имеют полиуретановую скамью, то есть это гораздо практичнее, удобнее и долговечнее. То есть, в целом, вот такие три типа шведских стенок есть. Как закрепить шведскую стенку? Детские варианты и вот такие комбинированные шведские стенки крепятся либо в стену, монтируются на анкерные болты, то есть вам нужно обязательно учтите, стена несущая. Либо же не несущая, но либо бетон, либо кирпич, то есть материал, из которого изготовлена ваша стена, либо перестена, куда вы будете ее монтировать. Это очень важно, то есть, если вы не знаете, просверлите отверстие и посмотрите. Если там очень легко заходит сверло или бур, то такая стена, скорее всего, не подойдет. Хотя можно закрепить в такую стену. Есть специальные химические анкера, называются, правда, по цене они раза в 4-5 дороже, чем обычный анкерный болт. Но, тем не менее, есть возможность. А в идеале, конечно, крепить стенку шведскую в стену из бетона либо из кирпича. Каждая шведская стенка имеет, ну, вернее, в основном имеет 8 отверстий, то есть на 8 анкерных болтовых крепителей. Диаметр под анкерный болт 10 миллиметров. То есть вам нужны будут анкерные болты диаметром 10 миллиметров и длиной же в зависимости от материала вашей стены. Либо, ну, в среднем, это от 60 до 80 миллиметров. Далее, есть шведские стенки усиленные, которые, там, вот, Атлант Про, к примеру, Атлант модели, Терминатор, которые крепятся не на 12 анкерных болтов, а на 16, потому что они рассчитаны на больший вес, больше нагрузка, соответственно, и больше крепежных элементов будет. Также вы можете закрепить шведскую стенку не в стенку, то есть если у вас стены, к примеру, зашитой гипсом или ракушняк материал или там газобетон, в такую стенку вы не закрепите, ну, хорошо, шведскую стенку. Но если у вас потолок бетонная плита или жесткое какое-то перекрытие, там, даже деревянное, но оно хорошие жесткие балки, то есть оно не гуляет, вы можете ее поставить в распор. В распор это значит распирается она, принцип домкрата, то есть верхние распорные элементы вы оставляете до потолка, там, 5-7 сантиметров, и нижними они с резьбой, вы ее поднимаете, она распирается, как, то есть она в распор ставится, вот таким образом и она никуда не девается, не падает. То есть вы ее расперли и все, она стоит жестко и ничего с ней не случается. Таким образом уже монтировали не одну шведскую стенку и все в порядке. Можете не переживать, все выдержит. Либо же вообще поставить передвижную шведскую стенку и все отлично, не нужно ни крепить, не париться с установкой, то есть привезли, собрали, поставили. Это, кстати, удобно очень, когда у вас есть частный дом. Вот летом у меня, кстати, тоже такая шведская стенка дома. Летом я ее выношу на улицу, но, правда, желательно под навесом ее оставлять, а зимой вы ее заносите в помещение и занимаетесь точно так же дома уже. Все модели будут доступны у нас на сайте со скидкой, с промокодом, который я укажу здесь под описанием, в описании под видео. Поэтому заходите, выбирайте, будем рады. Еще раз давайте подобьем итоги. Если занимаются только дети в возрасте до 8-9 лет, если хотите, чтобы занимались дети, можете брать вот такую шведскую стенку в детскую комплектацию. Если у вас есть эти же дети, но в перспективе вы хотите, к примеру, мальчик, у вас растет такой активный, спортивный, либо девочка, хотите, чтобы они в перспективе занимались и плюс попутно вы будете заниматься, то берете универсальную шведскую стенку вот такую, в которой уже в комплекте есть все, что нужно. Либо же, если у вас нет детей, берете шведскую стенку такого же плана турник, брусья, скамья, но без детского навесного. Все варианты есть на сайте, пожалуйста, заходите, ссылка будет внизу под видео. Всем, кто досмотрел до конца, как и обещал, небольшой бонус от меня, по ссылке внизу вводите промокод при покупке на сайте, будет небольшая скидка на любую из этих шведских стенок, но обращаю внимание, скидка действует только на шведские стенки. И покупайте, у нас доставка бесплатная по Украине, есть гарантии, есть сервис. Заходите к нам на сайт, будем рады. С вами был Сергей Детюк, магазин Мускулшоп. Да пребудет с вами сила!